сразу несколько ссылок чтобы было понятно о чем и кто будет рассказывать на самом деле я не историк и не этнограф я по первому образованию биолог если быть точнее их теолог могу рассказывать о теме только потому что в течение 4 лет ездил туда на продолжительный период и занимался экологическим мониторингом естественно занимался не в безвоздушной среде естественно значит мы соседствовали со всеми народами которые проживали там и этот период времени был с 89 года по 93 год то есть несколько лет я приезжал туда сначала на практику учить студентам потом когда я уже работал в октазовском отделении северный проект который занимался тематикой изучения рядового многообразия севера и как сотрудник сотрудник данного учреждения я выезжал туда в летний период на на занятие мониторингом экологическим в том числе и сбором различного их теологического материала поэтому каждый день каждое утро и каждая ночь была связана с окружающим населением к сожалению вот сейчас я понимаю что крайне редко кто рассказывает то что он видел на севере то есть теперешний интернет переполнен фотографиями которые претендуют на скажем какую-то некую экзотичность популярность и описание на самом деле реальной жизни кочевого народа которые питают на севере они очень фрагментарны и точны иногда с огромными преувеличениями иногда с неточностями и хочется просто рассказать как на самом деле это видел я то есть естественно фотографии которые будут представлены здесь они взяты из современного интернета в то время фотографии были черно-белые и к сожалению мой племянник уничтожил весь мой фотоархив в течение нескольких секунд когда я приехал домой он просто добрался до пленок и просто все вот так и засветил то есть когда я зашел уже был весь в пленках и фотографии к сожалению не осталось но вместе с тем я постарался найти фотографии те которые отражают более-менее реалистичность существующего порядка дел перейдем к следующему слайду пожалуйста следующем слайду чуть-чуть светлая карта но тем не менее можно показать место где проходили где проходили исследования научные значит итак это обская губа это поселок горный салимал здесь есть салихарт чтобы было понятно в каком районе это все происходило но обская губа сразу видно увеличивается расстояние здесь об становится очень широкой и вместо исследований это байдаранская тундра это район поселок ненгура здесь белая кисть городом назвать его сложно скорее всего поселок городского типа и здесь несколько поселков очень маленькие где жили как раз те самые кочевники которых я сегодня постараюсь рассказать следующий слайд еще следующий или вернуться на 1 вернитесь пожалуйста найдет ничего страшного да но здесь то же самое здесь то же самое вероятно здесь просто большее количество показан заказе хорошо тогда перейдите к следующему слайду и значит я начну немного о том месте в котором проходили исследования на самом деле я приехал 9 мая туда там был снег и ледоход там начинается 14 июня то есть если у нас математические 9 мая лед трогается с реки там начинается ледоход 14 июня он проходит за один день высота льда там 2 метра то есть к тому времени там лед очень высокий не такой как в ханты-мансийские здесь на ритоша и период лета очень короткий вот если 14 мая проходит ледоход то 3 августа уже может быть заморозок и вот за этот очень короткий период от середины июня до начала августа все животные и птицы которые успевают прилетать или обитают в той местности успевают на свет появиться потомство они окрики становится более крепкими улетают понятно что у кочевников в этот период возникает огромное огромное количество сложности я посмотрел когда приехал на самом деле я жил в поселке на котором назывался сидельникова это восемь домов и восемь чумов причем без восьми домов один дом относился к науке один дом это была баня а все остальные добавят и были жилые помещения вместе с тем с обычными избами которые там построили свое время для рыбаков для рыбаков занимают теперь семьи ненцев семьи ненцев но в принципе я покажу убранство в доме то есть есть несколько кадров которые показывают как живут кочевники на самом деле интерес больше степени представляли те кочевники которые живут традиционным способом которые из года в год повторяют все то все то и так как делали их предшественники сто двести триста может быть лет назад все крайне обдуманно и оптимально для минимального количества работы то есть юрту или чум точнее чум делают всегда женщины то есть мужчины принимают в этом участие крайне опосредованно иногда помогает то есть установка самого чума проходит очень быстро отлажена потому что женщины знают и помогают друг другу и установка чума это такое очень быстрое мероприятие на самом деле то есть все движения отлажены каждая каждый шест который втыкается он втыкается под тем углом и так как это необходимо в этом участие крайне опосредованно иногда помогает то есть установка самого чума проходит очень быстро отлажена потому что женщины знают и помогают друг другу И установка чума – это такое очень быстрое мероприятие на самом деле. То есть все движения отлажены, каждый шест, который втыкается, он втыкается под тем углом, и так, как это необходимо. Мужчины чаще всего в этот момент курят трубки или сигареты, пьют чай. Женщины в это время успевают оборудовать жилище. Значит, из утварей не так все очень сложно, скажем, все хранится на нартах. И до сих пор, до 93-го года, в тундре все оставляется в открытом доступе. То есть все снаряжение, одежда, утварь, они лежат на нартах, то есть на тех местах стоянок, на которых останавливаются хаченики. Они просто заматывают это все шкурами, сверху затягивают очень сыромятными ремнями, и все это остается на нартах. Я спросил, почему не боитесь оставлять здесь? Они сказали, тундра очень большая и очень быстро находят людей, которые пытаются что-то там где-то у кого-то утащить, и они остаются в тундре, их никто не находит. Ответ был очень ясный, очень понятный. То есть на самом деле о том, как стреляют кочевники, я посмотрел, ну убедился, скажем, в первую же весну, когда тронулся лет и появились перелетные птицы. Было достаточно увидеть, как ребенок однажды закричил, летит, летит, отец выскакивает из чума, вскидывает на стволку и убивает черка, который 250 граммов, убивает с расстояния ровно 100 метров. То есть по летящему черку попасть практически невозможно, а здесь с расстояния 100 метров. Отлаженным движением, черок падает, ребенок садится на маленькую лодочку, едет, забирает черка и везет его домой. Но, значит, на самом деле ненцы очень экономные в том плане, что как охотники они стреляют великолепно, но тем не менее по черку это редкий случай. То есть они стараются посадить гораздо более крупную птицу и не гнушаются лебедями, не гнушаются гусями. То есть, ну гуси это понятно, а вот лебедей мне было обидно, я в общем ругался, ходил, то есть мне тоже сказали, чтобы я особо не возмущался. Я спросил, почему, они сказали, ну зайди в чум, посмотри. Я зашел в чум, сидит 10 детей, значит, один год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть погодки, 10 человек сидит. И вот он сказал, мне чем кормить этих детей? Мне лучше патрон по черку выстрелить или посадить 12 килограммов мяса? Ну то есть я понял, что возмущение мое не возымеет никакого действия. Единственное, что они перестали делать, это теребить лебедей рядом с чумами, потому что вокруг все становилось белым от пуха и от перьев. Они стали просто обдирать шкуры и приносить лебедей уже на стоянку, чтобы я не видел. Тундра выглядит на самом деле вот таким интересным ковром. То есть на самом деле она очень разноцветная, очень разноцветная. Самые высокие деревья это карликовые березки, они по коленам. Грибы вырастают выше, поэтому когда начинается грибная пора, грибы можно собирать очень легко. Местное население их не ест, у них есть передание, что грибы есть нельзя. Поэтому для грибников это уникальное место. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, есть места в Приполярном Урале, там где есть выход к горам, он выглядит приблизительно вот так. Лес угнетенный, лес угнетенный, есть большое количество лиственницы и берез. Но в том месте, где мы проживали, такой пейзаж встречался крайне редко. Однажды только, когда мы поехали в Факторию Щучи, где домов еще меньше и население еще меньше, и приезжают они туда только для того, чтобы зайти в магазин, обменять оленей на какие-нибудь необходимые средства. То есть оленину, шкуры и все остальное. То есть там буквально два чума было, кочевников, остальные приезжали только за тем, чтобы в магазине обменять натуральные продукты на что-то необходимое. Следующий слайд, пожалуйста. На самом деле, вот это абсолютно правильный слайд, который показывает бесконечность тундры. Бесконечность тундры, и, к сожалению, надо отметить сразу, что миф о том, что оленей очень много и очень много мяса, на самом деле, это миф. Байдарадская тундра, я спросил у специалистов-ветеринаров, которые переезжали туда для проведения исследований, они объяснили, что байдарадская тундра не может прокормить большое количество оленей, потому что лишайник растет крайне медленно, а оленей их стад становится все больше и больше. И поэтому олени мельчают, если раньше они были вот такой высоты в холке, теперь они не выше собак. То есть некоторые собаки крупнее, чем олени. И поэтому олени вот такие низкорослые, то есть просто не хватает еды. А перевыпас идет потому, что есть подпольные стада, которые не учитываются государством. Значит, у них есть такие же подпольные князья, как они их называют, которые не живут в тундре, они живут где-нибудь в Сочи, где-нибудь в Краснодарском крае. Им просто отсылают туда количество определенных денег за проданных оленей. И эти стада прячутся как раз в ущельях Урала, приполярного Урала, когда идут учеты с вертолетов. То есть там все это оповещается, и местное население им все это просто выложило свободно, потому что они считают, что я нормальный человек, и со мной можно разговаривать на эти темы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так выглядит тундра в том месте, где я проживал и где проходила работа. Значит, вот тут тоже видно невысокий кустарничек, и понятно, что вот такие просторы могут выживать кочевники только лишь потому, кто занимается непосредственно зимой только охотой, что им нужно переезжать с места на место, потому что понятно, что огромное количество шкур того же самого песца на одном месте убить невозможно. То есть они живут на той территории до той поры, пока территория приносит им успешность в охоте и в рыбалке. Ну, рыбалка это более такой стационарный способ, то есть им нужно находиться в каком-то селении, а когда они занимаются исключительно охотой, они переезжают с места на место приблизительно в течение двух-трех месяцев каждый раз они меняют место. Причем они повторяют, они приезжают, у них есть очень устоявшиеся пути переезда с места на место, и каждый год появление их в каком-то очередном месте, оно строго определено. Вот, допустим, 15 июня после ледохода они часто уезжают, просто все село снимается, приезжает баржа, они садятся, это называется каслание, они садятся на баржу и переезжают на опь, чтобы ловить, принимать участие в лове качественной рыбы пищевой, которая им разрешена, то есть они ловят муксуна, нельму, осетров, другие какие-то виды ценных рыб, для того, чтобы либо продавать, либо оставить ее на запас и на зиму. И вот в этот период это самое опасное время для населения, потому что чаще всего они принимают спиртные напитки, и, к сожалению, часто все упадают. Будучи в своих национальных одеждах, если они попадают в воду, тонут они мгновенно, причем, значит, хоть они все и старообрядцами крещены в свое время, они до сих пор не подают руки утопающему человеку, потому что бог воды забирает, и они никогда никого не вытаскивают. То есть все, больше половины вот этого поселка было спасено научниками, и когда Александр Федорович уезжал в отпуск, он меня предупредил, что если будет переезд, то в обязательном порядке находиться рядом и следить до последнего, пока не уедут. Потому что если нырять и спасать, ну, в общем, двоих я все-таки за период этот спас, то есть двоих я вытащил из воды. И, к сожалению, это довольно часто, частое, скажем, условие. Я был на холмере, то есть то место, самое высокое место, где они хоронят своих умерших людей. Я почитал на крестах надписи, 97% умерших это утонуло. Написано утонуло, 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 утонуло. То есть своей смертью умирает крайне редко. Есть долгожители, я видел несколько человек, которым за 90, у них потеряные паспорта, они просто не знают уже, сколько им лет реально. Но этих людей очень мало. На самом деле большая часть населения попадает от 24 лет до 70. То есть вот те, кто очень старые, их буквально несколько человек видел. Там был прецедент, когда двое, двоих, в общем, запоминающихся самых старых людей, ему 98, ей было 95, когда их занесло снегом по самому, то есть остались вот только жерди сверху, вот так. Их занесло снегом, и геологи проезжали, увидели, откопали, 9 собак погибло, 9 собак погибло, которые находились внутри чума, а они остались в живых. Они остались в живых только лишь потому, что у них было несколько упаковок тройного одеколона. В общем, они на тройном одеколоне выжили. То есть они пили, засыпали, вырваться они не могли, но их спасли. Я их видел, они как-то проезжали мимо, зашли в гости. То есть они когда проезжали мимо селения на своих бударках, они иногда заходят, заходят в гости очень спокойно, и вот они честно признали, что это вот те как раз люди, которых спасли геологи. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот так выглядит тундра с вертолета, если лететь. То есть это огромное количество рек и озер. Когда начинается, когда начинается лет. Следующий слайд. Вот это горный Салимал, поселок горный Салимал, который находится на границе с Сапской губой. Буквально в течение часа, если подниматься вверх по Аби, будет разделяться на два рукава, малая и большая, и там находится место, где ученые изучают, как поднимаются стада рыбы наверх. Это ванзевой код. То есть там точно так же, как и у немцев, очень строго по расписанию. Допустим, 1 июня начинает идти передь, 3 июня начинает идти нельма, 4 июня начинает идти муксун и так далее. То есть по расписанию практически. В Сибринь-проекте, теперешнее название, я его не помню, который располагается автоматически, есть специалисты, которые до часа знают, когда нужно выбрасывать плавные сети, чтобы поймать тот или иной вид рыбы. Каждый год проходит биологический анализ. И вот именно на этот ход рыбы приезжают все кочевники со всей территории Байдарадской тундры, и в этот момент им разрешено, как националам, им разрешено ловить рыбу в неограниченном количестве, что они и делают. Вот здесь пристает теплоход, и здесь же есть пограничная проверка. То есть на этой территории можно находиться только с пограничным разрешением. То есть пограничники дали уже разрешение очень сложно получить в Тазовскую губу и в Обской губе уже только со строгими пограничными документами. Поселки небольшие, чаще всего одноэтажные, потому что многоэтажные дома нужно отапливать очень серьезно. И вот на окраине чаще всего встречаются чумы. Вот здесь, в тот период, когда я приезжал в Горно-Сальмал, кочевников там не было, к сожалению. Следующий слайд. Это одна из фотографий, демонстрирующие национальные одежды ненцев в начале 19 века. Это одна из первых фотографий, которая была. На самом деле одежды кочевников не изменились. Причем надо подчеркнуть, что это праздничные одежды. В непраздничных одеждах они выглядят несколько иначе, потому что... Ну, здесь будет фотография. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь будут фотографии. Это жилище. То есть чум выглядит вот таким образом. И вот это более современное жилище, потому что если присмотреться внимательно, здесь можно увидеть трубу. Трубу, то есть металлические печки. В тот период, когда приезжал я туда, в конце 80-х, начале 90-х, они просто, еще у них просто горел костер. В центре чума горел костер, и дым поднимался наверх, и, соответственно, он распространялся по всему зданию. Однажды я присутствовал, когда было необходимо подождать делегацию, проезжающую мимо нас, и мне пришлось посидеть в чуме 20 минут. Я был в зимних кроссовках. Я замерз, честно говоря. Ребенок, который научился только ходить, ему было чуть больше года, он был привязан за постромки к одной из жердей чума. Я спросил, а зачем? Они говорят, чтобы к костру не попал. И вот он так по диагонали, насколько позволял ему это постромки, как собачка, он ходил босиком. То есть он ходил босиком, я возмутился по этому поводу, сказал маме, вы зачем это делаете? Он у вас простынет, заболеет? Она сказала, нет, вы городские там мерзнете, а вот он походит вот так, а потом мерзнете, когда в жизни не будет. На самом деле я спросил смертность детская, очень высокая, и в тот момент был интересный период, когда была запрещена продажа виноводочных изделий, то есть помните, когда боролись с виноводочными изделиями, и там это ощущалось очень остро, к сожалению, там все было перевернуто с ног на голову. Когда умирал ребенок, сельсовет разрешал продать 12 бутылок водки, и в сознании людей появлялось, ребенок умирает, зато пьянка. Ну то есть, в общем, выглядело не совсем здорово, я игнорировал все эти мероприятия, именно по этому поводу. К сожалению, ненцы, они относятся к той группе народов, которые являются пограничными. Вот у россиян всегда были крепкие напитки, скажем, у японцев, у китайцев всегда были крепкие напитки, а у них никогда напитков вообще не было алкоголя, потому что у них очень слабый фермент алкогольный гидрогеназа, который расщепляет спирт, и спирт в полном количестве проходит через мозг очень быстро, поэтому они в химическую зависимость от алкоголя попадают значительно быстрее, чем все остальные народы. То же самое с североамериканскими индейцами, поэтому огненная вода для них очень опасное мероприятие. Считается, что если женщина-ненка начинает пить винобудочные изделия в молодости, то вылечить ее практически уже невозможно. Если с мужчинами еще как-то, то с женщинами гораздо позже. Следующий слайд. Вот так выглядит нарядный чум. К сожалению, сейчас такие красивые вещи уже никто не делает. То есть делают обычные шкуры, и таких вот вышивальщиц становится с каждым годом все меньше и меньше. Традиции меняются. Но это чем еще видеть правильно. Здесь еще нет печки, здесь еще просто горел костер внутри. Причем шкуры делаются двойные, когда очень сильные морозы, там морозы до 50 градусов, иногда еще и ниже, поэтому иногда делают очень утепленные, то есть с двойными шкурами оленей. Следующий слайд. Вот так выглядит летняя стоянка. И вот здесь как раз заметно, что шкур уже здесь нет, присутствует в большей степени брезент. И вот таким образом нарты стоят, и на них привязана вся утварь, оборудование и одежда. То есть вот здесь зимняя одежда, ее никто, поверьте, не тронет никогда. То есть она будет до той поры, пока они приедут к кочевнике, они оставляют нарты прямо вот на этой территории, чум складывается, увозится, а нарты со всем скрабом, со всей утвари остаются на этом месте, если это не необходимо. Следующий слайд. Значит, вот это вот как раз поселение возле берега, это недалеко от Янбуруи, то есть фотографию я нашел максимально близкую той территории, на которой я ездил. И именно вот так выглядит жилище снаружи, причем это жилище для одной семьи. Если иногда селятся несколько семей в одном чуме, они разделяются просто обычными пологами. То есть семья отделяется, кровать и семья отделяются большим пологом. И этого достаточно. То есть несколько семей может жить в одном чуме, когда они перемещаются с места на место, они не всегда ставят большое количество чумов. Они ставят очень большой один, и несколько семей проживают в нем. Следующий слайд. Зимний вариант. Ну, здесь уже видно, заметно сразу, что появляются гураны. То есть в большом количестве. То, что они сдают оленей, оленей в сельсоветы, им взамен предоставляется техника. Причем техники очень много, они к ней относятся не очень. Как это правильно выразиться? Сейчас скажу. Не очень бережно, совершенно верно. То есть они знают, что у них есть оленей, и они на следующий год купят новые, если что-то ломается. То же самое относится к лодочным моторам и к шлюпкам. Вот про шлюпки я чуть расскажу позже, про лодочные моторы, потому что там есть свои тоже нюансы. Следующий слайд. Следующий слайд. Ну, нет, можно и следующий. То есть это просто демонстрация того, как выглядят чумы. И немного о собаках. Значит, собаки до сих пор играют очень значимую роль. Причем два вида существуют у них собак. Это собаки-олени и собаки-другие. То есть олени и собаки, они небольшие, это в большей степени похоже на лайк. Они такие же пушистые, очень сообразительные, очень быстрые. Те, которые помогают загонять стада оленей. Иные собаки, подразумевается, есть охранники. То есть вот, если показать, то это вот я рассказывал выше оленя. Мех вот такой. То есть для защиты от медведей. При переездах иногда бывают такие моменты, когда вот я видел собаку, которая специально держится для того, чтобы защищала от медведей. Причем она сидела не на кованой цепи, а на литой. То есть каждое отдельное звено выливается вот так в зацеп, то есть чтобы она ее не порвала никогда. Потому что удержать практически ничем невозможно. И есть собаки ездовые. Я сам ездил 50 километров на одной пряжке. То есть вместе с немцами я ездил в Белоярске. Город, поселок, я не знаю, правильно его назвать. Однажды понял, что такое езда на собаках. Это в большей степени ходьба, потому что собаки долго вести человека на самом деле не могут. И нужно очень часто, особенно в подъемы, обязательно идти рядом. То есть ни в коем случае не катится там огромное количество озер и рек. И приходится вот таким образом. То есть рельеф, он не прямой, как Тунгий показал, а он на самом деле очень изрезанный. И вверх всегда приходится бежать вместе с собаками. Причем интересная особенность в том поселке, в котором жил я, была отдельная собака, которая всегда отцеплялась. Кличка у нее была Икча. И он не шел в упряжке, но он кусал тех собак, которые ленились. То есть это было наглядно заметно. И, к сожалению, все 15 собак набрасывались на него летом, когда он оставался один на один, когда их не кормили. То есть летом ненцы собак не кормят. Собаки на своем выносе. То есть каждая собака находит пропитание сама себе. Огромное количество леммингов, поэтому мы смотрели, что они питаются грызунами. Причем чем это грозит для ненцев, я не знаю, потому что тулиремию леммингов тоже переносит. Следующий слайд. Вот это как раз тот момент, когда здесь этот заказной-показной, скажем, кадр, когда мужчины собирают чум. Это заказной кадр, скажем так, потому что мужчины никогда этого не делают. Делают это женщины. Причем делают очень быстро, очень аккуратно. И вот здесь то же самое. То есть чумы никогда не ставят рядом. Всегда подаль друг от друга. То есть не менее 20 метров чума не чума. Они такие частники, очень охраняющие свою собственную территорию, когда вот собственный чум, они не особо позволяют там строить рядом. Следующий слайд. Значит, национальная одежда ненцев. Вот это зимние и летние варианты. Зимний вариант выглядит таким образом. Шапки они не носят, они носят специальные вот эти капюшоны, которые сшиты из ног оленят. Из ног оленят очень нежная кожа, выделывают очень хорошо, очень теплая. Это позволяет, там вот будет один кадр, это позволяет очень долго не замерзать на окружающем пространстве. Руки, то есть защищены особо, и если особая холода, они просто не используют. Они просто руки опускают в саму шубу. Если нужно просто идти, руки находятся на самом деле в более теплом пространстве, друг от друга, и поэтому они не замерзают. У мужчин обязательно охотничий ремень, значит, обязательно на нем есть нужные, обязательно еще какие-то приспособления. Значит, чаще всего это какие-то бронзовые украшения, стоят очень дорого. Стоят очень дорого. Вот это вот обмунирование стоит дороже, чем весь костюм. И крайне редко используются костяные украшения, то есть резчиков из кости становится все меньше, поэтому все чаще используются какие-то покупные украшения для ливней и для всего необходимого. И вот здесь заметно, чаще всего на шкуру надевается черное, синее или зеленое покрытие. Ну, то есть это такая же одежда, просто она надевается сверху, чтобы это для того, чтобы меречь мех. Мех, чтобы одежда держалась как можно больше. Летний вариант у женщин очень простой, то есть это различные платья, резиновые сапоги, и обязательная атрибуция – это платок. Причем платок они чаще всего носят своеобразно. У хантов, у ненцев и у комий ношение платка отличается очень сильно. То есть можно сразу узнать, даже издалека, к кому относится женщина. Если она идет, ханты просто накидывают на себя платок, ненцы его повязывают, а у комий есть специальные такие вставки для платка, когда, и вот таким образом, в тундре, когда ты подъезжаешь, то можно определить, кто из кочевников находится. Ну, хантов там нет, тем не менее, понять, комий или ненцы находятся на данной стоянке. Следующий слайд. Так, я по времени не затягиваю. Значит, ну, это вот то же самое, только здесь еще есть и ребенок. Это праздничная одежда, на самом деле. Вот так в светлых тонах они выглядят на праздники, приходят. Ну, мужчина тоже сверху надел запасной вариант защищающий. Отличие от русских национальных традиций, это сочетание красного, желтого и зеленого цвета. То есть, если у русских это бело-голубое, красное часто, то у немцев всегда красный сочетается только с зеленым и с желтым. Причем в таких ядовитых тонах им нравится. То есть, им понравится. Хорошо, следующий слайд. Им это нравится. Ну, вот как раз яркий представитель детства. То есть, резиновые сапоги и национальная одежда. Причем, заметно, что руки можно поместить в рукавицы, а можно вытащить, и они будут свободны в любой момент. Следующий слайд. То, о чем я говорил. Сочетание красного, зеленого и желтого цвета. И это летний вариант, различные варианты. Но это уже осовремененные осовремененные немцы, хотя они и качельники, тем не менее, это они пришли куда-нибудь в сельцовет, еще куда-то, в какое-то здание. То есть, заметно, что отличаются современные современные одежда их отличаются от того, что было раньше. Следующий слайд. Значит, ну, вот здесь представлены как раз современные немцы, и здесь заметна цветовая гамма. Синие, синие, черно-зеленые накидки сверху их одежды. Хорошо, следующий слайд. То есть, вот, 9 мая заморозок был... То есть, я просто нашел похожий слайд. 9 мая заморозок был очень сильным, там минус 50, и вот оленеводы выглядели таким образом, которые приехали. Они выглядели вот так. Крайне редко вырастает густая растительность на лице, то есть, усы и борота, это такой, для них особый признак, то есть, они гордятся, когда у них есть там несколько полосков, а когда уж борода или усы, то это там герой всего селения. И вот, национальная одежда, как ни странно, я приехал туда первый год в дубленке, они смеялись надо мной и сказали, где вы видели медведя, у которого мех растет внутрь. То есть, смеялись надо мной откровенно, доказать им, что это тоже тепло, было практически бесполезно. Следующий слайд. Вот так, значит, располагается. Ну, не в таком порядке, естественно, это просто показное такое выставление одежды. Это одежда женщин. Значит, она бывает очень яркая, очень красивая, но надевается крайне редко. У немцев, к сожалению, в отличие от всех других народностей, очень мало праздников. У них даже день рождения празднуется всего один раз, когда рождается ребенок и отпадает пуповина. Это день рождения считается. День рождения они не празднуют. Я спросил, а чего праздников так мало? Говорят, а зачем? То есть, праздников на самом деле крайне мало, крайне мало. То есть, вот, периоды, когда они переезжают с места на место у кочевников, когда начинается весна, когда заканчивается лето и еще. В общем, шесть или семь праздников. Единственный праздник, который они не называли, 18-19 июня. Они не работали в те дни категорически, то есть, они смотрели художественные фильмы, которые привозили в кинобанках, тогда еще я единственный, кто умел работать на Украине, на киноаппарате. И мне приходилось 24 часа в сутки крутить фильмы, потому что сначала смотрели все фильмы подряд, а потом, значит, население, только мужчины, только старше 30 лет, голосовали, какой фильм будут смотреть следующий. Значит, мы восемь раз посмотрели «Ледовые побоище» и шесть раз посмотрели «Холодное лето 53-го». То есть, больше другие фильмы посмотреть было невозможно, потому что мужчины проголосовали бы только за «Ледовые побоище» и только за «Холодное лето 53-е». То есть, это было бесконечно долго, в общем, я понял, что мне нужно научить кого-то из местных работать на Украине. Одного из школьников, девятиклассника, я научил, показал, как перематывать пленки, как склеивать, чуть-чуть чего. То есть, в общем, маленький фоб такой он и провел, и в конечном итоге я смог сходить поспать, потому что они еще смотрели какое-то время, там уже не фиксировалось. Ну, это было, поверьте, «Ледовое побоище» и «Холодное лето 53-е». То есть, вот на такие моменты женщины надевают очень красивые, наверное, одежды, мужчины тоже, и причем рассаживаются очень интересно. Все население вот этого маленького поселка, это и собаки, и кошки, и дети, и подростки, и женщины, и дети, они собирались в небольшом сарае, ну, меньше даже вот этого пространства, значит, висела белая простынь, вот этот аппарат «Украина», несколько кинобанок, и бильярдный стол, который сразу переворачивали, ставили на бок, и, значит, все сидели и смотрели. То есть, я все время видел спину, спины, 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 причем сидят мужчины, по краям женщины, дети, собаки, кошки. То есть, вот так. И, значит, все это мероприятие продолжалось довольно длительный, длительный период. Однажды, правда, был уникальный случай. Восемь часов утра ко мне зашел молодой человек, ну, мы жили в доме, значит, и обычно рано с утра никто не приходил. Здесь в восемь утра зашел молодой человек в офицерском гарифе, офицерских сапогах, в кожаной черной куртке и в белой рубахе. Он сказал, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, пройдите сегодня, пожалуйста, на концерт в два часа оперной музыки. Я говорю, конечно. А я говорю, куда? Он говорит, единственное место это кинотеатр. Я говорю, хорошо, я пришел. Оказалось, это выпускник Санкт-Петербургской консерватории, обладающий уникальным голосом, то есть он ненец, и он два часа пел оперные, а релиз опер, он пел в этом сарае. Акустика плохая, но тем не менее, он пел очень хорошо. Ненцам, конечно, это все не понравилось, то есть они сидели очень, а в конце он пел русские народные песни, причем он пел их немного не так, как поют здесь, как поют их в Тюменской области. Другие акценты, другие там, дарения у меня абсолютный слух, поэтому я им подсказал, как поют здесь. У нас был небольшой там с ним разговор по этому поводу. Здесь они повеселели, потому что, значит, им стало интересно, что о чем-то могут найти научные работники, оперный певец, могут найти какие-то общие, общие темы. Они посмеялись, но тем не менее, вот я запомнил на всю оставшуюся жизнь, что и в тундре можно встретить выпускника Санкт-Петербургской консерватории, который поет очень здорово. Следующий слайд. Значит, одна из реалистичных фотографий чума, единственное только, что напрягает, это вот эти доски. На самом деле, на полу в то время у них ничего не было. То есть пол был обыкновенный земляной пол. То есть, как на пол ставят, так на нем живут. То есть это, видимо, вероятно, очень продолжительное нахождение на этой местности, поэтому пол закрыли досками или еще какими-то материалами или еще какими-то вещами. То есть, на самом деле, вот заметно, что они сидят на полу, вот просто, у них есть по бокам кровати, ну и здесь вот пропан, то есть у них газовый баллон, это вот как раз совершенно абсолютно современные, совершенно нетипичные для того времени, когда я был, представление. И следующий слайд сразу, чтобы показать. Значит, вот в домах, которые они строят очень часто не в потолках, очень часто не в потолках и крыша как раз приспособлена для хранения для хранения какой-то домашней вытвори, тех же самых лыж, различных пробилок для шкурок и прочего, прочего, прочего. Следующий слайд. Значит, то же самое, реалистичная, более реалистичная вещь, то есть это чум, это чум, но здесь, правда, засвеченный, но тем не менее, значит, одежда национальная висит по краям, и обычно возле костра, возле костра в центре находится большая часть населения и прочего. Следующий слайд. Значит, несколько показательное такое выступление, и вот уже непримечная металлическая, металлическая, скажем, печь, которая стоит в центре, опять видите, доски находятся на полу, ну, а вот то, что я рассказывал про различные семьи и про пологи, то есть вот на этой, на одну, под одним пологом может жить одна семья, под одним пологом может жить другая семья, это как раз вот тот чум, в котором может жить несколько семей. Следующий слайд. Самый реалистичный, самый реалистичный, то есть здесь показано, что еще и в современной одежде могут находиться дети, и вот котелок, и костер, то есть вот это самое, самое приближенное к тем реалиям, к тому времени утварь в чуме. И маленький столик обязательно, маленький столик чайный, на котором обычно находятся все принадлежности для еды, и у них есть небольшой маленький такой ящичек, в котором хранится вся посуда, то есть ложки, вилки, ножи, вся остальная мелкая, прочие утвари. Следующий слайд. Ну вот, просто типичная ситуация, то есть мужчины там могут рассказывать анекдоты, курить, еще что-то делать, а женщины, они так с утра начинаются, и как заводные, работают, работают, работают. А на них, костер на них, дом на них, вода на них, причем воду иногда приходится таскать издалека, тем не менее, как бы, женщины все успевают, все это делают. Следующий слайд. Вот абсолютно, как бы, реалистичная картина, когда подъезжаешь к селению, у тебя обязательно встретит собака какая-то, которая тебя обладит в обязательном порядке, и выбегут посмотреть, кто там приехал, и что, для чего там, собственно, находятся все остальные. Следующий слайд. Значит, основные, основные способы проживания базируются на охоте, рыболовстве и оленеводстве. Ну, про охоту я рассказывать долго не буду, то есть, это у них довольно временный такой способ жизни, имеется в виду способ добывания денег, то есть, зимой, в основном, они охотятся на песца, андатру, к сожалению, очень часто все эти шкурки выделены очень хорошо, потом продаются за бесценок. В тот момент они продавались очень дешево даже за тройной одеколон. То есть, из Лабытнангов приезжало огромное количество ужасных людей, которые привозили с собой огромные запасы этого тройного одеколона и скупали шкуры. Если в первый день за пьянки, за шкурку андатры давалась одна бутылка одеколона, то потом в последующие дни там уже шкурка песца давалась за маленький флакон одеколона. Причем, одеколон пили просто разбавляли водой и, в общем, заканчивалось иногда это очень все печально. Я предупредил там несколько вот таких банд, которые приезжали, что стреляют они очень здорово и когда дело дойдет до продажи вихрей моторов, то есть, средств производства, может случиться непредвиденное. Их могут убить. В общем, они очень быстро уезжали, когда понимают, что дальше уже небезопасно находиться. Стреляют уникально. Значит, однажды я ехал с молодым человеком, ему 24 года, мы возвращались с охоты на зайцев. Зайцев, к сожалению, никого не увидели, ни одного зайца, потому что он просто не был. А на обратном пути он спросил меня, мы проезжали, я говорю, вот так и не постреляли. В общем, зря сказал, потому что он тут же продемонстрировал. Река Щуча в том месте 100 метров, мы ехали ровно посередине. С 50 метров он спросил, сидело две чайки, две чайки на берегу, одна в воде, вторая на песке. Он спросил, которая в воде или которая на песке? Я говорю, которая в воде. Я не ожидал, у него была мелкашка, даже не дробь, а мелкашка. Он почти не глядя, выстрелил, попал в голову, чайка просто опустила голову в воду и осталось стоять так. То есть, она даже не упала. После этого вопросов о том, как они стреляют. И однажды я видел ребенка первоклассника, который приехал из интерната после школы, и его отец сразу отправил на охоту, потому что есть что-то нужно, дали ему 24 патрона, он идет и ревет. Я спрашиваю, в чем дело? Ну, я давно, говорит, не стрелял, я был в ужасе. То есть, он просто нес одноствольное ружье, оно его притягивало просто к земле, но тем не менее, он пошел на охоту, вернулся, большую часть патронов он использовал по назначению, несколько патронов он выстрелил неправильно и ревел по этому поводу, что достанется от отца, он пытался убить гагаренка, гагар очень хорошо ныряет, при выстреле они сразу делают нурок, но я его научил, как нужно стрелять в гагар, они едят тоже, к сожалению, потому что русские не едят ни чая, ни гагар, потому что запах жира становится нетерпимым, потому что они съедают очень много рыбы, и этот запах ассоциируется не очень приятно, они обдирают просто гагару и чайку обдирают полностью целиком, и вот это наружное сало, которое они просто его снухают и таким образом употребляют в пищу то мясо, которое русские никогда бы не стали есть, к сожалению, они едят и полярных сов, причем патроны они не портят, они ставят просто шесты, шесты в землю втыкают, и садится не на что, полярные совы используют эти шесты для посадки, а сверху ставят капкан и открывают, то есть сова просто попадает в капкан, падает, они ее обдирают и точно так же съедают. Следующий слайд. Рыбалка более основной способ, которым они пытаются и добывают себе большое количество пищи, то есть рыбы пока на севере очень много, запасают в большом количестве, разделывают в разных видах, чаще всего на такие квадратики разрезают и высушивают. Вяленая рыба в очень большом количестве, такие запасы всегда есть у каждой семьи. И вот о том, почему мы часто с ними сотрудничали, потому что в том месте был биологический ов рябушки, необходимо было оценивать численность популяции рябушки, поэтому немцы приезжали в Сидельниково. Сейчас я подозреваю, что они туда не приезжают, и этот поселок уже умер окончательно в том плане, что он не используется немцами для кочевья, потому что там сейчас нет работы. И вот на несколько месяцев, то есть на июнь, на половину июня, июль и август, часть августа немцы были заняты в промысловом лове рябушки в оценке рыбных запасов. Им платили заработную плату, плюс они еще успевали ловить рыбу для себя, поэтому как бы они были в этом заинтересованы. Сейчас я не уверен, что там проводятся эти исследования, и, к сожалению, они, скорее всего, поменяли дислокацию и поселок Сидельников. И, к сожалению, вот сейчас в интернете я не нашел ничего и о поселке Имбурак, который находился рядом с изучением биологическим изучением рыбы. То есть поселки постепенно вымирают, качельничьи поселки постепенно вымирают. Следующий слайд. Это приуральский район, поселок Аксарка, в завод, показано производство Бударок. Это то, как раз, основная лодка, на которых ездили немцы. Самая надежная по тем временам, даже самые лучшие моторные шлюпки, которые производились в России, уступали по мореходным качествам вот этим Бударкам. Их делают до сих пор с лекал той Бударки, которую привезли из Астрахани мореходы в начале 19 века. То есть ничего не меняется, каждая Бударка делается строго по лекалам, которые были сделаны однажды. И те Бударки, которые делаются в Аксарке, лодке, они самые надежные, самые устойчивые, самые дорогие. То есть производят такие же Бударки в горном Сальмане, я показывал поселок, который в Аксарке, но они узкие и длинные. Вот те переворачиваются, а вот этим доверяют гораздо больше. В любой вал, в любого уровня вал они садятся на эту лодку и едут, не боясь ничего абсолютно. То есть не было ни одного случая, чтобы на такой Бударке кто-то переворачивался или кто-то там. В то время использовался пятисильный мотор, здесь он назывался топчинога, то есть заводился ногой такой был рычаг, заводился топчинога пяти литровый, пяти сильный, не пяти литровый, пяти сильный, пять ложечных сил. И, в общем, очень медленно и печально, но тем не менее вот в такой Бударке можно переехать больше десяти человек спокойно с одного места на другое. И довольно мощная тяговая сила, вот все не вода, которую там таскают, чаще всего используют эти Бударки. Следующий слайд. Эти лодки. Вот она на плаву, но здесь она уже загружена чем-то, ее используют часто еще и как грузовую. Следующий слайд. Ну, это то, что получается в конечном итоге, в конечном итоге как они разделывают различные виды рыбы, то есть у них способы хранения свои собственные, веками отработанные, то есть, ну, большое количество соли, естественно, есть ее каждый день не рекомендуется. Следующий слайд. Это строганина из Нельмы, ну, то есть, те, кто живут на Домантийске давно, может быть, уже ели, знают, что это такое. Там это вполне обычная пища, практически ежедневная. Следующий слайд. Ну, оленеводство, я про него особо рассказывать долго не буду, то есть, это основа кочевников, и большая часть кочевых племен как раз основывается на том, на перемещении вместе с оленями по тундре. Пробовал я ловить оленей, ну, не самих оленей, объектов, похожих на оленей, вот этим предметом. Значит, на самом деле делают его из шкуры оленя, значит, он долго, сначала шкура очень долго лежит в воде, выпадают все волосы, потом разрезают по периметру очень тонкие полоски кожи, их сплетают в прямоугольный, там, не круглый получается, а прямоугольный квадрат такой, прямоугольный, точнее, в сечении. И самое главное, там, набрать правильно, они умеют правильно набирать, то есть, если ты бросаешь это лассо, оно раскручивается таким образом, что убегающий предмет 100% ловится. Вот я ловил школьников, девятиклассников, потому что оленей в тот момент не было, они меня научили, и, в принципе, потом очень долго смеялись, что даже русский может научиться бросать лассу на олене. Следующий слайд. То есть, это вот как раз вот это вот обучение таким образом проходило. Значит, с детства, с детства те, кто не отдается в интернат, к сожалению, там это отдельная, отдельная лекция по поводу детей кочевников, потому что, к сожалению, к сожалению, дети убегают из интернатов, каждый год в большом количестве они гибнут. они пытаются вернуться на свою территорию, их разыскивают вертолетами, они закапываются в снег, умирают, но не возвращаются в интернаты. При мне вот за 4 года было 12 случаев таких. Обычно никто об этом особо не рассказывает, но, то есть, когда сталкиваешься непосредственно с семьями, в которых это все произошло, ты понимаешь, что они всегда, не всегда, значит, они не всегда хотят лечить детей. Вот, был ребенок в соседнем доме, который плохо говорил очень. Но я понимал, что задержка развития в связи с этим организуется и пытался научить ребенка. Когда они узнали, что я пытаюсь его научить говорить, ребенка увезли в другую деревню, чтобы я не научил. Я спросил, почему, они сказали, что мы очень старые, нам нужен помощник на старость лет, то есть, они не хотели отдавать его в армию и не хотели, чтобы он от них уехал. Только таким способом, в общем, разным способом они пытаются ставить детей рядом с собой. Следующий слайд. Ну, это вот, когда уже взрослые ловят оленей, значит, для того, чтобы зарезать на какой-то праздник и, в принципе, здесь показано успешно, очень быстро. Следующий слайд. Значит, проводятся, вот те праздники, которые они проводят, соревнования, и праздники, они в большей степени нужны для того, чтобы встретиться, поговорить, рассказать что-то. Есть выдающиеся спортсмены, но они, к сожалению, не живут в тундре, они уезжают в различные спортивные, скажем, секции какие-то, которые не работают на территории ЕНАУ. Большая часть почему-то во Владивостоке учатся в спортивных различных учреждениях, где они занимаются национальными видами спортивных. Следующий слайд. Это прыжки через нарты, это бег на лыжах. Следующий слайд. Это борьба. Следующий. Ну и гонки на оленях, одна из самых популярных, зрелищных. Ну вот олень здесь выглядит очень крупным, на самом деле нет. Следующий слайд. То есть на самом деле вот олени вот такие, видите, они невысокие. То есть они ниже пояса человека очень часто. И следующий слайд. То есть в принципе езда на оленях это тоже миф, потому что большую часть путей человек проделывает все-таки рядом с нартами, потому что чаще всего человек едет не один, он едет либо с семьей и везет с собой что-то в обязательном порядке. Олени нужны для перевозки тяжести, для перевозки скраба и остальных каких-то моментов. Следующий слайд. Ну я уже заканчиваю. Ну показана просто тундра осенью значит осень очень очень непродолжительный период. И вот здесь к сожалению фотографы не могут передать то буйство красок, которое на самом деле проявляется в тундре. Каждое растение скажем засыпая и умирая оставляет свою какую-то гамму цветовую и это миллионы миллионы цветов. То есть ты выходишь на метр на метр площадку на которой можно увидеть все цвета радуги в любых сочетаниях. То есть на самом деле тундра очень зрелищна осенью. Следующий слайд. Ну это те объекты которые они находятся это песцы. Следующий слайд. Полярная сова причем это самка. Вот к сожалению мне так и не удалось. Ну вероятно я спас несколько сов когда закрывал капканы. но к сожалению они питаются. Продолжают питаться даже суверами. Следующий слайд. Это основной основной источник питания песцов это лемминг. Причем год от года численность их бывает очень разная. Поэтому и численность песцов соответственно зависит от численности этих леммингов. а от численности песцов зависит доходы доходы кочевников. Следующий слайд. Ну и последние буквально два слайда это лишайник который растет крайне медленно крайне медленно. И следующий слайд то же самое. В конце хотелось бы сказать что ответить на несколько вопросов которые мне присылали по поводу существуют ли сейчас кочевники. конечно они есть то есть уйти от традиционных способов проживания для них очень сложно. Я встречал несколько ненцев которых видел в поселках встречал потом в Тюмени это жалкое зрелище они становятся сразу маргиналами отвергнутыми то есть найти работу они не могут виноводочных изделий очень много поэтому они очень часто опускаются мгновенно опускаются на дно социальной лестницы. посчастливилось узнать что все они вернулись обратно в Тундру то есть никто из них не погиб в Тюмени они вернулись обратно в Тундру и вернулись к своим национальным традициям остались живые создали семьи в принципе когда пришла советская власть большая часть все-таки проживала как раз именно кочевым образом жизни и остается открытым вопрос о интернатах то есть вот о том что мы пытаемся научить их каким-то нашим вещам которые необходимы в жизни они к сожалению в этот момент упускают большую часть способов существования в Тундре способов выживания традиционным способом и то есть для меня честно как для человека проработавшего образование всю жизнь до сих пор такой этот вопрос остается неразрешенным что для них важнее все-таки бы было и лучше бы было в целях выживания выживания если будут какие-то вопросы я могу ответить потому что естественно за час невозможно рассказать все о том да мне интересно а вот в Кайны жизни у них там был сплошной патриархат то есть чистый патриархат или кто у них там был решает решает всегда собрание мужчин причем мужчин которым свыше сорока лет то есть молодежь женщины дети они не имеют вообще никаких моментов решения серьезных вопросов то есть вот таких советов как предполагается у нас когда советуются все у них нет собраний у них нет у них решает по старшинству старший мужчина у них до сих пор иногда прорывается что кто-то там из них князь обычно эта драка заканчивается выяснением отношений все нормально дальше решают совместно то есть чаще всего это совет старейшим из трех четырех человек которые решают все вопросы серьезные которые важны для всего этого сообщества которое там местно находится а семьи как создают тоже совет старшин решает нет семьи до сих пор у кочевников кстати очень сложно с семьей я не обратил внимания на этот вопрос значит до сих пор 24 оленя это жена то есть колын 24 оленя можно купить себе жену в принципе это негласно это негласно об этом никто не говорит но когда я туда приехал и там когда местные шутили и говорили я был холстой в то время местные шутили и говорили его надо женить сразу встречный вопрос а у него оленей нет и в общем смеялись по этому поводу потому что в принципе это остается причем браки далеко не равны вот я знал одного коми мужчину которому которому 72 жене 24 я его спросил зачем вам такая молодая жена рубахи стирать там по дому все делать по дому все бытовые вопросы чум стая нет он жил в доме он жил в доме причем в соседнем причем вот он был коми и однажды он пришел ко мне вечером и в общем он был не трезв но он всю ночь всю ночь чего-то там бубнил на утро ты бежали мальчишки спросили ну ты записывал я говорю чего записывал ну ты записывал он тебе пел всю ночь я так в ужасе в общем сначала я конечно не понял а потом я пришел в чум и послушал то есть все кассеты на тот момент кассеты магнитофонные это был еще раритет не раритет то есть это было в употреблении и они слушали именно его песни то есть они включали я сразу послухал у меня слух максимально максимально хороший поэтому я сразу слышал что это его пение причем он коми но он сочинял и пел ненецкие песни и причем вот он был там даже какой-то известный там певец вот такие вещи тема известная тема известная справа совершенно верно ну вот значит он пришел в 8 вечера и в 8 утра он ушел он в 12 часов в вечере да в 12 часов он не пел причем летом там нет ночи солнце садится до горизонта держится один час и снова начинает подниматься поэтому спать в тундре абсолютно невозможно поэтому чум является максимально без окон без дверей то есть когда дверь закрывается там становится темно таким способом они регулируют день и ночь мне приходилось столь прибивать к окнам чтобы закрывать затенять причем то что они защищаются от медведей выяснилось однажды очень реально потому что когда они уехали я остался один с двумя собаками на следующее утро пришла медведица с медвежатами и там я показал скорость наверное фантастическую когда убегал с берега когда увидел следы свежие и помет в общем я там наверное не знаю рекордсменом мира был по бегу с препятствиями 2 недели она ходила ровно вокруг значим нашего вот этого поселка то есть она обследовала полностью все с медвежатами ночью она подходила прямо к зданию было слышно что собаки лаяли всю ночь и даже иногда сопение было слышно но мы не стреляли в нее она и мы остались живы собаки жили у меня в доме они не выходили из дома все эти 2 недели то есть они сидели рядом со мной они понимали что медведица это опасно когда с медвежатами То есть это очень опасное создание. То есть у них собаки защищают от медведей? Совершенно верно. А у них у самих как-то вот, как их взаимоотношения с медведями строятся? Вот, например, как они мусор как-то утилизируют, чтобы не привлекать медведей? Нет, 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 вот в этом как раз и вопрос, потому что вокруг кочевников всегда огромное количество остатков пищи. Поэтому медведи, а медведица, и вот помните, я говорил о том, что они день в день делают массу мероприятий, делают строго по календарю. Медведица, наверное, за много лет усвоила, что именно там какого-то 15 июня кочевники уезжают. То есть она приходит ровно на следующий день после того, как поселок исчезает. Не потому что там становится тихо, а потому что, вероятно, из года в год она приходит в одно и то же место и обследует все остатки этой пищи. Но остатков на самом деле немного, потому что собаки летом, собак летом не кормят. Собаки кормятся сами, поэтому собаки подчищают там большую часть остатков объектов, то есть убирают, утилизируют на них. Ну, что, конечно, восхищает вообще. Я жила в районе Кура в 77-79 году. И даже была температура зимой, когда термометров не было, вот такие вот, чтобы мы чуть-чуть сами посмотрели, с метеостации сказали, что было даже минус 62. Может, и ниже было, мы не знали, просто один раз спросили, сколько же это. Термометр упал до 50, и все. А ниже, до 50 был, да. И мы дальше живем. Ну, я проходила на работу, могла я собака прощать, потому что у меня одна минута была добежать, там, две репли. А я понимаю, что это люди, вы представляете, находящиеся с грудными детьми. Совершенно верно. И еще я хочу сказать, что, ну, сейчас, конечно, жизнь там меняется, люди изменяются, вот, у них замечательное чувство, такое, вот, выработано было изначально, даже когда пришли русские, всегда сразу было такое, что они в обязательном порядке, если они что-то брали, они всегда отдавали. То есть, если он взял 5 копеек в долг, он вернет 5 копеек. И то, что брали ИСАГ, собирали, они весь ИСАГ платили, и только не платили, если там не добыли. Ну, понятно, что всякие оклонения существовали, безусловно. Вот сейчас, я просто хотела сказать, влияние цивилизации, ну, это, конечно, вы тоже жили уже давненько, допустим. Просто, конечно, ситуация меняется, наверное, так, по времени. И вот эти вот, ну, очень хорошие качества человеческие, конечно, наверное, расстояются уже, как бы, из них, а не сказать, наверное, другие. Совершенно верно. Ну, к сожалению, я видел, вот, и варианты, не только вот там продажи за тройной одекаловый шкур. В факторе щучьей мы посмотрели в магазине, то есть, абсолютно случайно зашли, нужно было купить просто зубную пасту. При мне молодая девочка продавала оленей. Значит, тот товарищ, который считал на счетах, у него руки залипали там не на десятки, а на сотни. То есть, он сотнями прибавлял, не глядя, она кивала головой, потому что, вероятно, даже она с обратной стороны, она посчитать не могла. Я-то мог посчитать, я видел, что он творил. То есть, это ужас. С точки зрения морали человеческой, это... Да. Но я хотела сказать, вот, даже я была, и это жила в поселке, ну, вот, геолог. И, вы знаете, вот, был такой случай там за несколько лет, что, конечно, они тоже учатся вот этому всему. И, хотя вот они такие, на самом деле, и открытые люди, ну, первых, очень открытые. Вы просите, что это тоже присутствует. И они, знаете, приехали в поселок и продавали песцов. Ну, там тоже выбегали люди, и все это, конечно, что-то другие. Сами представьте, 70-е годы. И так продавали это все. И, в общем, им быстро очень тут выбрали люди, пай-пай-пай, и они уехали. Их многие старались обмануть, подешевле, так и так. Но, когда они уехали, они продавали вывернутые шкурки. И половина развернула это, были зайцы. Молодцы, ну, тоже, видимо, начали привыкать. Они, видимо, это было все до моего клиента, и они свидетели этого. Но это просто, как бы люди говорили, что раз, два, три их обманули, и человек тоже в ответ как бы. И сейчас люди живут по-другому. Среди нас очень много людей, которые, ну, конечно, не немцы, тут немцы, другая территория. Мы знаем, это очень похоже. Совершенно верно. К сожалению, вот сейчас понял, что не рассказал о творческих способностях детей. То есть ко мне на третий день моего пребывания там пришла девочка, пятиклассница. Она попросила у меня тетрадь в клеточку. Я спросил, а зачем? Она говорит, я сочиняю узоры. И вот она разрезала эту тетрадку на две части, и потом принесла мне, значит, нарисованные в клеточку. Они по диагонали рисуют свои узоры. Причем я потом спросил у ее мамы, это те узоры, которые стандартные, которые из века в век рисуются и вышиваются вами? Она сказала, нет. Она придумывает каждый раз новое. То есть вот это вот, там, 48 страниц, 48 страниц умножить на два. Вот такое количество узоров она придумала новых. И тетрадка ей нужна была только для того, чтобы по памяти вспомнить и нарисовать их. Я пробовал, пытался, я делал ошибки вот тут же. У нее ни одной ошибки, то есть ни одного исправления в нарисовании. Я спросил у матери, вот, покажите мне такие узоры. Она говорит, таких нет, она каждый раз придумывает новые. И запомнил еще одного мальчугана, который зашел ровно на пять минут со своим отцом, пока мы там с отцом решали вопросы о чистоте погружения неба в воду, он успел за пять минут меня нарисовать простым карандашом. Это была фотография. То есть он вот просто сидел так и рисовал. То есть настолько открытые и настолько талантливые дети, то есть это поражало, поражало, что среди кочевников встречаются вот именно такие дети, которые вот с лету рисуют, придумывают. Причем такие вещи, которые вот для нашего ума, они абсолютно не... Это такие способности необыкновенные. Ориентация, там даже у нас-то проще еще, тут лес, реки там и так далее. А в Тунде... А там в Тунде, я сообщила. Я была в Тунде. Совершенно верно. Чтобы право пойти, чтобы веру пойти. Тут ничего не знаешь. Без компаса, без всего. Как ориентируются люди? Совершенно верно. Ну, и небо часто там. У них, отработанные годами, веками, то есть вот, значит, тот же сосед Коми, он сел на обласок утром, значит, плавают, плавают, рыбы нет. Он посмеялся, сел на обласок, на очень такую выдуманную легкую лодку, уехал и через три часа привез полный обласок рыбы, вот таких чаров на озере нашел. То есть настолько точно знают, где, когда, что нужно делать. Однажды был уникальный случай. Он вышел, посмотрел вдаль, в Тунде, пошел захлопывать ставни у дома, загнал жену, загнал собаку, загнал кошку. Сам зашел, так посмотрел, зашел и закрыл дверь, но ничего никому не сказал. Ровно через полчаса ураган такой силы прошел по деревне, что он снес все чумы. Он утащил плашкоут, это судно со льдом, на которое грузят рыбу пойманную. То есть его на шесть километров вниз утащило. Женщина посидела, которая была плашкоучицей, она посидела, потому что она думала, что она перевернется и утонет. Ее потом вот на этих ударках, на четырех ударках, ее по бокам, как пиратские судна, так привезли обратно. То есть она выжила. И в этот момент я его спросил, почему он не сказал, что это будет. Он говорит, у всех глаза есть, все должны видеть, все должны знать. На следующий год, буквально за день до этого периода, этот же самый ураган, в этот момент уже эвакуировались все, кроме одного якута, который приехал жениться. Он не успел добежать до дома, и обломок шифера ему воткнулся прямо в бок, его вот с этим обломком увезли в больницу, но там зашили, все нормально, остался жив. То есть вот такие вещи тоже в тундре имеют место быть. Хорошо. Верование, соблюдают обряды какие-то? Значит, с верованием очень сложно. Крестили их старообрядцы, то есть старообрядцы убегали, когда от православной церкви, они в большей степени как раз вот по краю, значит, по краю Редовитого океана, они прошлись и покрестили. Но они обряды не очень соблюдают, не очень соблюдают. Вот то же самое верование в бога воды, который забирает, и руки не подать, это абсолютно вот из-за разряда языческих каких-то вещей. Кочевники, они заняты вот ежедневно какими-то такими делами, поэтому вот я говорил о том, что у них нет праздников, они особо их не соблюдают. Ну, а вот религиозных праздников я не видел вообще никаких. То есть никаких вот таких вещей там с бубном, еще что-то. Мне кажется, это чисто показательно сейчас для туристов. Для туристов, потому что внешне они это все никак не демонстрируют абсолютно. Ну, не знаю, что в чем он плугает, что стоят иконки, крестики, и тут же башки их... Ну, совершенно... Я о чем и говорю, что все там очень смешано, хотя считается, что они православные, но тем не менее, вот обряды они эти... Вы видели, наверное, в тундре их захоронения, где захоронения... Вот холмер, холмер старый, вот там как раз на нартах сидит человек, и он просто замотан шкурами, он замотан. Это старое, это старое, а вот современное они хоронят. И восьмиконечный крест стоит староавряческий, но на нем просто или ручка, или как-то вырезано, что... Ну, геологи многие ходили по тундре там, они просто встречали тоже вот такие захоронения, где, то есть похоронен, он даже вопрос не в том, что тундра копать, понятно, что там уже не всегда... Там мерзлота, там через 50 сантиметров начинается лед. Вы сами понимаете, что вопрос даже не в том, а в самом обряде, как он осуществил. То есть там еще и вещи присутствуют. То есть это говорит о том, что это языческая вера. Языческая. Это языческая, почитайте. Хорошо. Вы правильно помнили, они ездят в другое сирене, чтобы купить себе жилу? Потому что я так думала, что если... Ну, а то сиреней все будут береженеться там. Нет, они это все прекрасно. Я прекрасно понимаю, то есть у них вот внутри поселка у них редко кто, потому что их немного семей, но представьте, 6 домов и 8 чумов. То есть это 14 семей, которые между собой, естественно, когда они будут... У них бывают случаи, когда они приезжают в большие поселки, и вот там вот эти вот праздники, когда соревнования проходят, но они знакомятся, то есть у них создаются семьи, создаются... По-моему, согласен, то есть... Естественно. Если хочешь, что к отцу, и вот я хочу, вот, в дом младшем, нет, ну, это... Поверьте, это у тех, кто молодые, они решают все это сами. Вот те, кто старые, кто не может там, скажем, прийти, и там сказать, что вот он отдает 24 оленей. Ну, еще, наверное, я бы так вот сейчас уже не сказала, что вот это, как вы говорите, они, они, это мы. Совершенно верно. То есть они, когда сейчас все это слилось, я бы не видела такой большой разницы, и еще раз хочу сказать, что жиря здесь просто понимают. Совершенно верно. Нет, они ассоциируются. Я... Просто сейчас замечательно на то, что, видите, сейчас живут, и есть, и живут... Ну, я, конечно, не на немцах, а на Польшем, на Антиманте, на нашу территорию, в Травюке сидят, у них интернет точно так же. И не важно, что и ребенка такая маленькая, как бы специальная, она потому и маленькая, что ее топить надо, да? И так далее. Вот в Ембуре у меня был уникальный случай, когда я уезжал в 93-м году, последний раз оттуда, председатель колхоза мне сказал, что у них выполнена программа «Живе 2000». Я говорю, коим образом. Он так показал. 13 домов. 14. Тревремя. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...